Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 18 марта и вот как только немножко пригреет солнце, все знают это выражение, у садоводов руки чешутся, всем нам хочется что-то посеять, что-то посадить. Вот сейчас я пришла в теплицу, буду рассказывать о первых ранних посевах. Конечно в открытом грунте сеять еще ничего невозможно. У нас сегодня ночью было минус 14, вчера был весь день снегопад, днем, несмотря на солнце, минус 4, но в поликарбонатовых теплицах уже можно и даже нужно начинать посевы. Здесь можно получить ранний урожай именно вот наших холодостойких культур с коротким вегетационным периодом. И начиная с 15 марта, то есть со второй половины марта, нужно уже сеять и можно сеять даже у нас в Сибири, мы всегда это практикуем. Можно смело использовать наши вот эти вот пустующие площади тех теплиц, где будут потом высаживаться перцы, томаты, все которые высаживаются в мае или даже в середине или даже в конце мая. Так что еще вполне могут вызреть. Я вот сегодня пришла, я сеять сегодня конечно не буду, я пришла просто осмотреть грунт, немножко может быть даже почистить. Сейчас очки уберу. Читала сейчас вот на пачках, покажу вам какой редис буду сеять. Я в прошлом году вот эти стенки мыла, далеко уходить от камеры не могу, у меня нет этого микрофончика, поэтому далеко будет плохо слышно. Я сейчас немножко покажу и подойду рядом с камерой, буду разговаривать. Нет технических условий, не знаю как сделать, чтобы далеко было звук слышно. Ну вот я пришла посмотреть и видно, что грунт как раз той консистенции, которая мне нужна. Он влажный, вот от этого, от снеговой воды, которая сюда поступает. И чтобы не упустить эту влагу, успеть ее, чтобы она поработала на меня и чтобы дополнительно не поливать. Я сею всегда рано-рано, где-то в середине марта. Земля как раз вот идеальная, она такая влажная. Черви живые, значит уже здесь тепло. Обработку делаю под ранние посевы, я минимальную. Сейчас уберу траву, у меня здесь основные растения были убраны. Просто вот листья, которые опали, они остались. Я сейчас сгребу, пролью кипятком прямо в день посева, например, завтра или послезавтра. А сегодня просто я даже не копаю тут землю, просто вот своей этой ковырялкой вот так делаю рыхление. Потому что нужно буквально для салата или там для укропа небольшие. Сейчас покажу, какую редиску буду съесть. Так. Кстати, грунт уже растаял, полностью туда входит рука. Конечно, для того, чтобы получить урожай, нужно использовать скороспелые сорта. Вот я купила вот эту редиску, потом вот это. Это очень такие скороспелые и только выбирая эти сорта, мы можем быть уверены, что они у нас, вот видите написано, скороспелый сорт для выращивания в открытом и закрытом грунте. Это популярный раннеспелый сорт. Просто я взяла такой и такой, потому что у нас вкусы разные. Я люблю вот эти, мне кажется, они удобны строгать на салат. А сын любит только круглые, он удлиненные, не воспринимает вообще за редис. Так что приходится садить те и те. Некоторые опасаются сеять вот в ранние сроки, но тут наоборот главное не опоздать, потому что если мы протянем, то они не успеют взойти и вызреть. У нас часто было, я боялась сеять, потом посею попозже, только начинает она завязывать головку, а уже надо высаживать или томаты сюда и перцы. Вырывали под целые грядки редиски. Сын на меня психовал, маленький еще был, что я не давала им редис поить, но меня сроки поджимали. Теперь я уже опытная, ученая. Я начинаю высевать все это раньше. Сейчас буду сеять, буду готовить место под салат, под редис, под укроп и хочу посеять горчицу и лук на перо сеянку. Вот смотрите про укроп, тут отдельная песня, он сходит долго, если его вот так грядкой сеять, то он может не успеть, он тоже только-только начинает и пора высаживать. Я приспособилась сеять по краям, по периметру теплицы, там где нет лунок, он холода не боится, ну как, они полежат с ними, насколько им нужно, и взойдет. И еще самым скороспелым считается салат, крест-салат. И я в те годы показывала, что салат можно сеять даже грядкой, его рекомендуется же прореживать. И вот я при прореживании, как раз в это время уже тепло на улице, я вынимаю эти сеянцы, осторожно, и высаживаю в открытый грунт. И получается, у меня здесь ранний урожай я съела, выдернула, а там вторая волна тоже будет очень рано, потому что при посеве сейчас пока снег растает, пока я посею салат, будет поздно. А здесь он уже, можно сказать, что я здесь выращиваю рассаду салата для открытого грунта. Это тоже очень удобно, может кто-то возьмет на вооружение. И еще салат. Салат нужно высевать обязательно очень рано, именно сейчас, даже можно было раньше на неделю высеять, потому что он очень холодостойкий, он мороза не боится, но он боится, наоборот, повышенных температур. И если мы опаздываем, при повышенных температурах, более поздние сроки, его качество ухудшается. Самый хороший салат получается именно рано-рано весной, при холодных температурах. Еще есть один такой способ, например, если у вас есть возможность уже тут разметить, например, если вы знаете, где у вас здесь что будет расти, можно вскопать, наметить лунки и делать посевы между лунками, вот как в междурядьях. И тогда вам не придется выдергивать ни салат, ни редис, ни укроп. Вы просто потом придете в свои намеченные лунки, высадите там перцы или помидоры, а зелень эта растянется. Этим вы еще более увеличите время, когда вы будете пользоваться этим даже вот луком. Вот лук я садила два года назад, и я его выдергивала в том состоянии, когда он мог дать еще много пера. Но подошел период высаживать сюда вот эти вот постоянных, ну как постоянные культуры, перцы, томаты. И мы выдираем лук, выдираем салат. Салата было очень много, девать было некуда. И вот потом я подумала, что, наверное, нужно все-таки высевать в междурядье, там, где ничего не будет расти. Все, вот это о том, что можно посеять в марте, именно сейчас, именно завтра, послезавтра, без ущерба для... Ну как, ваш труд не пропадет даром, вы посеете, они будут лежать, ничего это не замерзнет. Как только наступит тепло, все это очень быстро взойдет. Я буду сеять, обязательно покажу, но технология очень проста. Да, грунт уже увлажненный, я ничего не поливаю. Сейчас я очищу, немножко разрыхлю вот этой своей тяпочкой, вот этой которой рыхлилкой. В тот день, когда приеду сеять, я могу полить кипятком теплой водой, могу не полить. Просто сделаю бороздки, разложу семена, закрою грунтом и накрою полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить вот эту влагу, чтобы не бегать, не поливать. И до всходов поливать я не буду. Обычно все происходит удачно, все всходы всходят. Нынче посмотрю, я заранее не загадываю, не буду говорить, что через сколько-то дней там, может быть еще будут морозы, если будут заморозки, то семена будут лежать долго. Но все равно они потом взойдут, и взойдут именно в тот момент, который будет подходящий для их жизни. После всхода они уже не замерзнут. Все, до свидания.